Европа стала гораздо более, так сказать, united, она объединилась, она создала единое экономическое пространство, а институты изменились, может быть, не так быстро, как того требует время. Но в этом есть и плюс, потому что институты должны быть разумно-консервативны, в том числе ОБСЕ. И то, что наш партнер будет председательствовать в ОБСЕ, это очень хорошо. Я с самого начала об этом говорил, я считаю, что идея проведения саммита ОБСЕ была бы весьма и весьма полезна, потому что давным-давно лидеры не встречались, и нужно периодически встречаться на самых разных европейских площадках. Что не отменяет того, что я некоторое время назад говорил, вообще применительно к ситуации с безопасностью в Европе. Да, ОБСЕ хорошо, ОБСЕ – это одна из существующих площадок, пусть она развивается, мы готовы участвовать в различных форматах, но в то же время мы считаем, что нужно думать о будущем. А ОБСЕ не покрывает всех вопросов безопасности, как не решает всех вопросов безопасности Евросоюз, и даже страшно сказать, НАТО не решает всех вопросов безопасности, не говоря уже о других форматах, в том числе и, кстати, о тех форматах, в которых Россия участвует, таких как СНГ, ОДКБ, некоторые другие. Поэтому нам нужно думать о будущем безопасности в Европе. И одна из идей, которая была мной сформулирована в прошлом году, именно на это и направлена – договор о европейской безопасности. Недавно я поместил его текст на сайт президента и разослал соответствующие письма лидерам Европы, Соединённых Штатов и Канады. Вот так. Пожалуйста. Владимир Скачко, Киевский телеграф. Дмитрий Анатольевич, вы, наверное, не поймут, если я не спрошу о газе. Зима, у нас президентские выборы, мы можем лишить всех газа, Россия останется без денег. Поэтому такой вопрос. В освещении этих проблем чувствуется и очень заметен взаимно обвинительный тон. Как вы думаете, чего здесь больше глупости, патриотизма, государственного заказа? И как этого избежать? Ну и, естественно, мы всё-таки дадим Европе газ или не дадим, как вы думаете? Спасибо. Ну, без газа, конечно, наша встреча не могла обойтись. С этим я не могу спорить. Тем более газовая тема для меня уже давно не посторонняя. Ещё до прихода в Кремль в качестве президента я газом занимался, вы знаете, несколько на другой площадке. Тема родная. Чего больше из того, что вы назвали, глупости, политиканства, реальных экономических проблем, желания создать свой собственный политический капитал в предвыборный период, такой, как сейчас переживает Украина. Всего этого хватает на самом деле. Я никого не хочу персонально поминать и никого не хочу ни в чём обвинять. Вы знаете позицию России, она в этом смысле не изменилась. Что же касается ближайшего будущего, то я думаю, что в целом, если наши украинские партнёры проявят ответственность, то всё будет нормально. Газу, как и других энергоносителей, Европе хватит. У нас договор, который был заключён в этом году сроком на 10 лет, точнее два договора. Один из них на поставку газа Украине и второй на транзит. Оба этих договора на 10 лет, оба они действуют. Я считаю абсолютно безответственными предложения пересмотреть эти договоры. Мы не против того, чтобы что-то обсуждать. Конечно, давайте обсуждать, давайте совершенствовать договорную базу. Но просто односторонний отказ от исполнения договора является, как известно, нарушением обязательства и влечёт санкции. Поэтому этот подход неприемлем. Что же касается самих условий, то в этом году, напомню, для Украины они были следующими. Мы сделали скидку в 20% от договорной цены, но в то же время договорились сохранить транзитный тариф, который действовал прежде. Начиная со следующего года вводятся абсолютно рыночные условия торговли, и цена на газ будет рыночная. И в то же время транзитный тариф, о необходимости смены которого так долго говорили руководители Украины, он тоже будет рыночный. Без всяких скидок на рыночных условиях, мне кажется, абсолютно всё честно и справедливо. Я лично, мои коллеги по правительству потратили много времени для того, чтобы убедить и украинских партнёров, и убедить европейских партнёров помочь решить некоторые экономические, финансовые проблемы Украине в оплате газа. Мы сейчас эту работу проводим, и несмотря на периодически поднимаемую волну о том, что ой-ой-ой, нечем платить, деньги закончились, президент всё закрыл или наоборот премьер-министр что-то не делает, я имею в виду украинского президента и украинского премьер-министра. Тем не менее, каждый месяц наши украинские друзья всё равно за газ платят. Это меня очень радует. И при этом наши партнёры по Евросоюзу так на ухо мне говорят, ну вот вы видите, мы же работаем, украинцев деньги есть, мы им помогаем. Так что мы надеемся, что вот этот переход на окончательно рыночный характер ценообразования и оплаты пройдёт для Украины безболезненно или с наименьшими издержками. Валерий Ниизман, пожалуйста. Добрый день, Дмитрий Анатольевич, я главный редактор русскоязычной газеты «Новый век», издающейся в Узбекистане. В Узбекистане? Да. В последние годы в средствах массовой информации время от времени горячо дискутируется вопрос о свободе слова. Порой это понятие подменяется некой вседозволенностью вплоть до использования ненормативной лексики. Я хотел бы узнать ваше мнение о свободе слова в России, точнее в средствах массовой информации России. Спасибо. Ну, я надеюсь, во-первых, что у вас в Узбекистане с этим всё в порядке, со свободой слова. Раз вы этот вопрос мне задаёте, значит, тогда, видимо, узбекские мотивы вас не очень волнуют. Что же касается свободы слова в нашей стране, то позвольте ответить вам тем же, у нас тоже с этим всё в порядке, что наглядно демонстрирует и наше с вами общение, и возможность использовать самые разные способы доставки информации до потребителя. Я неоднократно на эту тему размышлял и в ходе обычных разговоров, и в ходе общения со средствами массовой информации. Я всё время вспоминал, как некоторое время назад мои партнёры из Соединённых Штатов Америки в ходе когда-то моего визита в Вашингтон говорили, ну, у вас всё стало плохо, у вас телевидение не то, у вас радио не то, у вас газеты не те. Я, правда, спрашивал, говорю, ну, вот хорошо, послушайте, вы что-нибудь смотрели, читали? Нет, мы ничего не читали, но мы судим по тем публикациям, которые идут в нашей прессе. И после этого мы погружались в разговор о том, а что вообще должны публиковать средства массовой информации. Это очень сложная философская тема, где границы возможного, где границы дозволенного, а что является табу, что не должно происходить в цивилизованном обществе, с учётом того, как мы, конечно, понимаем нашу цивилизацию. Это всегда будет тонким вопросом. Вот вы упомянули ненормативную лексику. Ну, вот я тоже, наверное, считаю, как и вы.